Мама, старшая сестра и я Мне было 11 лет, когда началась война. Собрали весь хутор-сходку, тогда же звонили, звонили, собрание. И тут нам объявили. Забрали мужиков, а люди... Господи, сколько лет уже прошло, как тяжело. С нашей семьи, папа у меня умер раньше. А из семьи у меня 3 брата двоюродных погибли. Притом в Сталинграде. Два брата двоюродных вернулись. И два родных дяди вернулись. Но уже не здоровы. Уже после ранения, после всех этих переживаний, после всех этих стрясок. И вот это они доживали уже после войны. А с кем вы жили во время войны? С мамой. А папа раньше, что сказали? Отца у нас уже не было, и мы с мамой жили. В колхозе работали. У себя работа легла. На женщин, на нас детей. Мы подрослели очень рано. У нас вся ответственность на нас легла. Потому что уже мужиков не было в колхозе. А все это только что на детях, на женщинах держалось. Потом пошли мы на окопы. В 10-м копали окопы перед немцем. Он к нам зашел в июне месяце где-то. По теплу. В 42-м. Тогда же мы не здорово до этого досчитывались. Нам было страшно, и все. Вот это вот такое вот. После этого, после окопов, там небольшой передых, и они зашли к нам, немцы. Страсти было, конечно, не передать и не пересказать. Потом еще хуже началось. Вначале гонять нас немцы на дорогу. Выбои. Грунтовая дорога и выбои. И вот рядом из дороги копают землю и заносят сюда, ровняют, чтобы погибли на дороге у нас две женщины с носилками. А они и шли, и шли, и шли, и шли. Вот как муравьи лезут, и лезут, и лезут. И они, наверное, все лето гнали технику. А они по хуторах, что им надо брали. И где поросенок, и где цыпленок, и где какие излишки продуктов. Все это у нас выгребали. Ну, а потом зимою нам, наверное, Бог помогал. Тогда такие зимы были холодные. А они южане. Ну, они-то одетые были, но все равно в наших зимах трудно было. Что они, когда отступают, они обязательно зажгут дом, чтобы видно было, что они уходят. И вот это они зажгли дом, а мы сидели у подвала и с соседями. Ну, так вот, вот Петренки. И нам, значит, пацаны ж тоже, такие ж, как мы, возрастом, они ж любопытные. И заскакивают в подвал и говорят, зажгли дом. Там где-то от дороги недалеком. Мы как-то, вот такой же длинный у нас хутор. И мы на этом краю жили. А тут дорога и уголок вот этого вот хутора. Говорит, зажгли, значит, немцы, говорит, уже ушли. А они, конечно, зверствовали по всем правилам. Здесь лагеря были, женщины, весь хутор. У всех остались со солдатками. Один по одному и узнаю, что тут лагерь где-то в Каменоломне. Или за Каменоломне, я не знаю эту, потому что я там уже не была. Я была только на окопах у Десятом. А больше я уже в войну. Вообще страшно было. Вечер настает, это комендант и час. Все. Ни одной души на улице. Одни немцы только шастают, дежурят. Ну, они, конечно, побаивались партизан. Да какие у нас партизаны голые степки. У нас партизан не было. А в лагеря были, женщины вот так собираются, кто что. Продукты. Основным-то в лагерь что несут? Продукты. И вот это они носят туда в назначенные дни. Мама ходила туда, соседка ходила. Одна и другая. И тут же они же все остались без мужей. И каждый хотел подкормить. А мужик им обоих где-то кормят. Вызывают без вещей. Выходи и иди. Это значит он уже не вернется. И их сбрасывали в шурп. Вот это накрасило. Они же забили ними. Когда уже перед концом, говорит, уже никого там в лагере не осталось. Они их у всех туда в шурп сбросили. Вот это вот такая жизнь была. Школы были закрыты. Когда их выгнали, тогда школы открылись опять. Ну, мы там были в младших классах. Мы ходили в школу. Старшие, конечно. Старшие, потому что у нас у Сидоровки была школа до 7 лет. Ну, туда уже ходить надо же и обвуку. А ходить там тоже, наверное, километров 5. И мы вот это старшие. Старшие. Я не ходила туда. Я только перешла в 5 класс. И вот это как раз немцы вот это ушли. Пришли вот такое вот. А потом, уже когда их вынули, это в феврале месяце было, пошла мне распутиться. И обуть нечего, одеть нечего. А еще ж надо было и что-то взять, и есть там. Ну, пришлось мне бросить. И так я 4 класса закончила, а 5-й коридор был. И вот это вот такая вот жизнь у нас была. Ну, было вот полевой стан. Там готовили, и там мы работали, и нас там кормили. А зерно, это же уже только с колхозом мы получали. А с колхозом получали мало, потому что все шло на фронт. Там же надо было. А зимою, это и перед немцами, и после немцев, сидим, вяжем носки, рукавицы, рукавицы с тремя пальцами. И все же это шло на фронт. Какое было, коровка отелится, там теленочек вырос, его сдаем, и все идет на фронт питание. Или катран. Вот на полигоне, там катрана много было, вот туда же мы ходили, мешок принесешь, и вот эту траву ели мы. Тяжелая нам досталась жизнь. Ну, пережили. Еще год до 90 дожили. Чешь? Теперь только вжить. Да жизнь кончилась. Чтоб не было войны. Вот это самое главное. И чтить память наших дедов и прадедов. Вот это самое главное. Не забывать. Видите, нас много. И у нас разные характеры, разные понятия. И поэтому все равно прислушиваться надо друг друга. Одно только пожелание, чтоб не было войны, чтоб наши уже хоть бы внуки да праднуки не увидели этой страсти. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok